И всем привет ребят, с вами Мастер Баник, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня мы вместе с вами будем обозревать устройство, которое было изменено пару недель назад, но до которого я до сих пор не добрался Это устройство на молот, пушечка, которая на сегодняшний день довольно таки актуальна в нашем матчмейкинге И это устройство называется Blunderbuss, то самое устройство, которое в свое время было безумно жестким И очень круто себя показывало в рамках матчмейкинга Сегодня мы возьмем одну из старых лютейших комбинаций в виде хопера молота с Blunderbuss с кризисом Было время, когда эта комбинация показывала супер, нереальнейший результат И проверим, насколько серьезно и сильно удастся нам сыграть на сегодняшний день на этом вооружении Пикаем в режим регби, что регби, что CTF, что штурм за атаку Именно в этих режимах хопера молот с Blunderbuss показывал максимальную прибыль Для меня будет интересно посмотреть, с какого расстояния проходит максимальный урон на молоте Говорят, что с Blunderbuss надо сближаться максимально близко с противником, дабы залетала фуловая тычка Ну и, как и раньше, с ним можно нанести теперь безумно большое количество урона Проверим, так ли это, работает комбинация, не работает, работает ли молот в целом Если вам нравятся подобного рода видосы, то, конечно же, тоже не забывайте поддерживать их лайком Ну и подписываться на канал, если вы еще вдруг на канал не подписаны Запикивает нас уже в начатую катку Летим 3-6-3 минуты до конца Особо, наверное, мало что получится здесь показать, реализовать Но давайте попробуем Плюс пикнем еще одну точно катку Наши тиммейты пытаются камбэкать Может быть, получится даже камбэкнуть этот бой Ой-ой-ой, 3-200 стычки Ну, с такого небольшого расстояния Но, видите, ваншот залетает с крита По даже резисту можно спокойно контролировать противника Плюс-минус, это, наверное, тот же самый бландербас, который был раньше Только если у того бландербаса была возможность с большего расстояния делать накидку То у этого бландербаса возможности расстояния особо нету Так, подбираем мяч Попробуем сейчас влететь через центр Перезарядка также у бландербаса стала дольше, чем было раньше Блин, ну и, к сожалению, я немножечко неправильно пережал расходку Так бы можно было попробовать зацепиться И попытаться доставить Так, есть возможность дать тычку Критический шанс урона, по ощущениям, повысили на этом устройстве Ну и с повышенным шансом критического выстрела Как раз-таки возможности потихонечку начинают появляться у этого молота И что-то мне подсказывает, что эта комбинация может быть суперэффективная Она может круто работать, но не забываем, что под эту комбинацию как раз-таки необходимо иметь кризис Без кризиса, наверное, ну на лопкаче не думаю, что будет такой хороший прям результат Единственное, что еще можно использовать, так это, например Например, 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 бустер Например, бустер Но видите, что с расстоянием здесь есть своего рода проблемочки Да, то есть в упорчике только работает хорошо Этот молот, как только расстояние чуть больше Уже эффективность у него намного хуже Так, мне бы подобрать сейчас мяч, попробовать доставить Если бы он скинул бы мне этот мяч, я был бы безумно рад Отлично, супер, шикарно Так, пробуем сразу оформить полет феникса Но полет феникса неудачен Все-таки хоппер уже не старый, не старый хоппер Теперь уже так вылететь без проблемно не получается Если по вам еще начинают накидывать урон, то, соответственно, вы чаще всего падаете в минус Так, наш тиммейт пытается здесь доставлять К сожалению, у него не получается 1700 вылетело по противнику Но это был выстрел без крита С крита 1900 Либо 3000 по бездашному противнику Но расстояния нету Расстояния нету Просто нету у Блондербаса расстояния Это, конечно, не есть хорошо Но мы сейчас вместе с вами пикнем еще одну каточку Ну и посмотрим, что же будет показывать Блондербаст На первый взгляд устройство стало лучше За счет того, что на ближней дистанции хороший урон можно нанести Но с другой стороны расстояния нету у него То есть расстояние ничего ты особо много не накидаешь И нету такой возможности прям большой по нескольким танкам сразу дать большой дэмэдж Возможно, с крита получится Но надо еще посмотреть, насколько часто этот будет крит Будет ли это эффективно работать Сейчас мы все вместе с вами рассмотрим И тогда уже придем к определенному умозаключению И будет уже понятно Имеет ли смысл играть как раз таки на этом замечательном устройстве Будет ли это работать на дистанции или нет Все-таки раньше Хопера Молот с Блондербасом Это была просто нереально крутая комбина Которую можно было очень круто реализовать Сейчас, ну, наверное, это будет сделать не так просто, как это было раньше Но, в любом случае, мы попробуем Главное, чтобы нас в бой закинуло Потому что что-то как-то матчмейкинг нас особо сильно пикать не хочет Пока что, по крайней мере, ждем Возможно, там какой-то небольшой пролажик, бажик сработал По идее, должно нас уже было закинуть Что касаемо дронов, да, как я уже сказал Кризис, я думаю, что с Блондербасом будет смотреться лучше всего Что еще можно использовать? Ну, наверное, бустер, да, ловкач вряд ли будет работать Гиперион также можно попробовать Но... С гиперионом, что с ловкачом, мне кажется, лучше использовать другие устройства Ну и, в принципе, Блондербас Не знаю, насколько он актуален Думаю, что этот бой должен показать его полноценную актуальность И вообще возможность реализации Так, овердрайв у нас... овердрайв Мяч пока что не падает Да, со средней дистанции уже вообще урон не залетает К сожалению Даже с такой дистанции нет урона Ужас Побыстрее бы перезарядочку этому молоту Тогда бы, я думаю, что он бы смотрелся бы поинтересней Возможность ваншота, это, конечно, круто То, что у тебя есть такой шанс Но это, как говорится, единоразовая акция Да, то есть ты делаешь выстрелы Потом ждешь долгую перезарядку Например, на адаптивной перезарядке Если противник не имеет большое количество хп То у тебя, грубо говоря, на постоянной основе Есть возможность наноса хорошего урона по оппоненту Но, возможно, что здесь как раз-таки этот выстрел-затычку В упоре будет более ценнее За счет того, что ты можешь задамажить большее количество урона То есть если там ты затычку можешь дать 2000 То здесь ты можешь дать под 3000 И это, конечно, где-то может точно зарешать Если ты можешь заваншотать средний танк Это, конечно, может сработать и сработать в очень хороший плюс для тебя Так, но с даже минимально средней дистанции Уже нету того разброса, который было раньше на Блондербасе И мне это, конечно, не нравится Не нравится Так, нам надо мяч как-то подобрать У нас пытается сейчас тиммейт через верх реализовать 2000 закидываем Где мяч, где мяч, где мяч Где мяч, оглушение залетает по мне Давайте прожмем такой овердрайв Попробуем Может быть Аааа Нет, к сожалению, хоппер стал Очень плохо управляемый 6500 стычки 6500 стычки залетают Офигеть, ничего себе С одного молота 6500 урона Я в шоке Но это реально много Это много залетело Но Другой вопрос в том, что Ну ладно, дабл есть Хорошо По 3000 дабл это хорошо А если еще добавить О, еще 6 половых Вот это было грязно Не, ну если Горчики по 6 половых накидывать И по нескольким танкам сразу То, конечно, это выглядит Интересно 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 Но Нам надо, чтобы как раз таки Эти тычки залетали Блин, ну критов очень много Очень много критов За счет вот этих вот ваншотов Конечно Начинает смотреться Блондербас Совсем по-другому Совсем по-другому Начинает смотреться Блондербасик Но Вопрос лишь только в том Насколько часто вы сможете Вот такую Вот такую темку Проворачивать И если часто будет получаться Ой, случайно разрядился То Это может быть Очень интересно Это может быть Прям супер интересно Так Попробуем сейчас Вот этого забрать Ваншот Есть Еще и ваншоты По резу, конечно Шикарно, да То есть Против реза работает Это кайф И критов Смотрите, как много Но Это прям Ближнебойка Прям лютая Ближнебойка Тебе прям На постоянной основе Надо ехать в упор К противнику Чтобы У тебя Залетал Хороший Дэмэдж Так Здесь Попробуем сейчас Зарискать Вот этого Так Ждем 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 Свой выстрел Даже я думаю Что мы делаем Вот так Потому что с этой зоны Вряд ли у меня что-то получится Зато есть другая зонка Интересная Через которую У нас есть Возможность Реализовать Свою комбинацию Так, 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 так Нет, нет, нет Надо было лучше Все-таки Через верх Через верх Через верх Тушануть Что там Кто-то пишет Против Парероль Боже Нет, нет, нет Еще Ребяточки У меня видеоролик Какие там друзья Какие друзья Бойцы Какие друзья Нам надо тушить Грязноточку Надо выигрывать Каточку Так, рост Летит 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 На доставку Летит на доставочку И доставляют Шикарно Под упорчик мой гад был туда его троечка грязная есть контактик не ну вот если такие тычки давать если вот такие тычечки давать по 6 половой сука это грязь 28 килов 20 мать его 8 килов за пять минут не-не-не-не-не блондер басик по ощущениям возвращается по ощущениям возвращается блондер чикс блондер чикс начинает делать грязю чку так прожимаем овердрайв чтобы слить двух оппонентов меня раскручивает переворачивает перекручивает но мы доставляем это хорошо что у меня команда хорошая ну и 30 килов 30 . килов уже круто 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 интересно интересно смотрится но нужно чуть под привыкнуть нужно чуть под привыкнуть к правильной и грамотной игре тогда мне кажется результат можно сделать еще круче еще лучше еще и главное чтобы парочку противников бы так под упорчик слезла вместе тогда это будет смотреться еще более жестко 2 700 залетела без крита да когда несколько выстрелов подряд критический урон залетает это конечно тоже круто это прям супер круто смотрится так попытка доставки от противника отлично предотвращаем ее и самое главное что против резистов работает вот против то что реза работает это прям вообще нереально жестко сейчас бы была бы у меня оверка через верх можно было бы полет феникса оформить так а так мы пока что аккуратненько через верх разыгровку делаем попробуем дать вот такую тычку но это я уже загнул если честно такую тысячку к сожалению дать крайне сложно так попытка сводки от противника ты щеночка залетает и мне просто антар закрывает жизнь мою до 32 тела 8 минут до конца хочется доставить как-то не просто с мечом с лица поэтому нам надо как-то овердрайв быстро получить 2 900 отличная . не ну под 6000 урона конечно то что у стычки залетает но это сладко конечно супер сладко прям супер сладко так овердрайв появился у меня уже за драйв благо на хоппере сейчас копится быстро довольно таки поэтому есть возможность его получать так но реконшет конечно с овердрайв грязно сейчас ворвался ну и сам молот конечно стал супер актуален вообще как пушка в матчмейкинге и начали намного больше форсить использовать она стала более метовая после ее обновления так семь с половиной минут до конца мяч кто-то сверху держит мне бы дали бы этот мяч я бы сейчас бы как полет феникса бы оформил грязный это было бы жестко так 2 500 скрита но это под подавлением грубо говоря без дополнительного дэмэджа наносился выстрел так но кошмарить все равно можно кошмарить все равно типов можно 3 700 залетает вкусных да если честно не такая уж и долгая перезарядку блендер баса и такая уж и долга под кризис идеально подходит с точки зрения того что ты жмешь на дашку да и на dd переключаешься тот тот тайминг когда у тебя появляется выстрел то есть получается плюс-минус реализация такая же как с гелиусом на рикошете да то есть у тебя есть возможность под оверкой дать большое количество урона овер не под оверка по дэшкой да и потом в тайминг просто пережимаешься надо и все плюс-минус вот такая вот у тебя должна быть реализация было бы очень неплохо себе причем бы мяч мог забрать каким-то магическим образом это магическим образом бы мяч мне бы сейчас так сводочка залетает окно и пробуем что-то сделать не знаю как нам тут пытаться доставлять пробовать с подъемчиков как раньше как старые добрые ой 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 нет в воздухе не дал не удалось мне дать еще тычку но хоппер конечно стал реализовываться намного тяжелее но сам бландер бас очень крутой очень крутой а то есть за счет раз таки скорости быстро его доезда до противника есть возможность хорошие тычки давать сразу под упорчик за счет того что как раз таки он в упоре только работает это очень круто смотрится по эффективности так подбираем мяч пробуем ой 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 хорошо так еще и бомбочка наша отлично зарабатывает но тычку с разворотика не удалось дать хорошую наш тиммейт доставляет 5 5 минут до конца 44 кило у меня да надо будет попробовать наверное бландер баса реализовать на комить викинге попробовать может быть на викинге будет поинтереснее смотреться все это дело что вы думаете вообще чат если есть интерес то обязательно напишите в комментариях да по этому поводу стоит ли нам попробовать тушануть на эту грязють по грязючку в рамках как раз таки викинга но сам бландер бас смотрится очень круто мне нравится мне нравится что можно с ним сделать и как его можно реализовать так подавление залетает давление это конечно неприятно так макс макс будет ли что-то делать макс пробуем доехать вот так 1200 всего лишь залетела не понял почему скрита 1200 а не переключился не переключился надо дашку если переключился надо залетела бы плотная вкусная тычечка на большое количество урона так но овердрайв уже есть у меня вот так вот бездарно я их прожимаю но они настолько быстро у меня появляются попробуем сейчас забрать вот этого парочка но на большее меня к сожалению не хватило 4 минуты до конца сорок восемь киллов сорок восемь киллов попробуем сейчас сделать попробуем что-то сделать так два слева слева попробуем через право пролететь есть возможность у нас такая молот уже влетает меня пытается до уносить урон чипс так ай сосулечка бог ты мой сосулечка залетела неприятно блин но это дважды уже когда сосуля в меня влетает неприятно неприятно когда такая пичка раскладывается но под это все моя команда играет пытается бороться доставочку пока что конечно мы не реализуем здесь но попытки ай да это не только не доставка от противника полян доставочка противника залетая была на благо нас счет был 5 0 поэтому отрывчик есть пробуем набить еще один быстрый overdrive ой-яй 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 Единственное, что может законтрить эту тему, это, это получается броник, это броненосец. Если броненосца нет у противника, а есть просто резист, он не спасает абсолютно никак. 58 килов, и это далеко не предел. С ним, мне кажется, по сотке можно давать закатку. Просто по 100 килов можно давать с этим молотом. Офигеть, это такая недооцененная имбища. Это просто имбища недооцененная. Какая же она сочная. Так, опять я лечу в минус. Блин, ну хоппер, конечно, максимально неуправляемый, но за счет того, что им можно слить пару противников, это тоже всегда играет вам в плюс на дополнительные киллы. Так, 2 минуты до конца, какой-то лаг сервера происходит у нас. Пробуем, пробуем, пробуем что-то здесь реализовать. Ни одной оверки на хоппере под доставку, к сожалению, не удалось сделать. Настолько сложно их теперь реализовать стало. Так, попробуем играть в упорчик. Отличную тычку успеваю под нитру выдать. Так, и здесь наш тиммейт уже... Ой-ой-ой, сосулечка. Отличную тычечку еще демонстрируем. И наш тиммейт оформляет еще одну доставку. Пробуем еще двух минимум подзабрать. Попробуем, наверное... Ай, урон. Урон, видите, вот насколько в упоре надо играть. Но зато, зато если в упоре играешь, тогда и тычка вкусная залетает. Тогда и тычечка вкусная залетает. Раз в два выстрела стабильно, критический урон. Блин, ну это крутяк. Это, конечно, крутяк. Это, конечно, крутяк. Это, конечно, крутяк. 56 килов. Одна минута до конца. Попробуем до 70 килов добить. Я ноль доставок сделал. То есть, если бы это была бы условная ТДМка, то, может быть, даже больше килов получилось бы сделать. Ух! Ничего себе, ну, блин, ну какая же это грязь. Это грязь. Это лютая грязь, чё-то. Это лютая грязь. Очень жёстко. Прям безумно сильно. Я не ожидал, честно. Честно вам сказать, я не ожидал. Я вообще даже не мог представить, что этот бландербас на сегодняшний день может вот такие вещи производить в бою. У меня даже, ну, в голове не укладывалось, что вот такая тема может залетать. Вот такая. Вот настолько сильно он может дамажить. Настолько сильно он может решать ситуации. Главное, чтобы просто не было броников против. Если есть броники с резистами, ну, тогда, да, тогда уже таких сочных выстрелов у вас не будет. Но если нету броников, то без резисту даже очень сильно накидывает. Офигеть. Просто офигеть. Жесть. 70 килов на блондёрчике с хоппером, при том, что хоппер был абсолютно бесполезен и не нужен здесь. Да, то есть если бы я использовал любой другой корпус, от него было бы намного больше пользы и намного больше смысла бы в этом всём деле. И такой вот хороший результат. Я в шоке. Пишите, что вы думаете по поводу блондербаса. Обязательно поддерживайте данный видос лайком. Подписывайтесь на канал, если вы ещё вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры, в аккаунтике. Мы лично так это тактимпо. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танкоинов. Вся информация по розыгрыше есть в описании. И у меня, друзья, на этом всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.